Мирненский ГОК ищет пути повышения экономической эффективности. Связано это с падением добычи алмазов из-за сложных геологических условий на руднике интернациональной и переходом на добычу рассыпных месторождений. В результате из-за недостатка сырья обогатительная фабрика номер 3 снижает свои производственные возможности. Чтобы накопить достаточные запасы, фабрику решено отправить в весенний летний простой на 4,5 месяца с 1 апреля. Это может повторяться в течение нескольких лет, пока не появится новый алмазоносный источник. Мы предполагали, что мы зайдем под полосу взлетно-посадочную, но, к сожалению, немножко затягивается строительство. Предполагается начать со следующего года строительство, закончат его по плану в июне 2023 года. Но, скорее всего, даже не получится закончить. Скорее всего, пусконалочные работы еще уйдут на конец 2023 года. Соответственно, мы сможем зайти под полосу только в 2025 году и выйти на плановую обработку фабрики только с 2026 года. Вопросов от работников было немного. Один из них касался вывода транспорта из подчинения комбината. Людей интересовало, для чего это было сделано и каков оказался эффект. Ответил на это Игорь Соболев. По его словам, суммарная экономия составила около полумиллиарда рублей, хотя она может быть и выше. Компания «Алроса» была второй компанией в России по количеству собственного транспорта. Нас обгоняли, по-моему, только деловые линии по собственному транспорту. Но при этом коэффициент загрузки этого транспорта у нас был... Мы были лидерами по самому низкому коэффициенту загрузки транспорта. 20 с чем-то процентов. То есть транспорт есть, но фактически он не работает. Это так, как стул для водителя. Была поставлена задача поднять это хотя бы до 60. То тот показатель, который есть у остальных горнородных компаний. Мы его до сих пор еще даже не достигли. Несмотря на то, что провели централизацию, сокращение, введение целого ряда мероприятий. Как было отмечено на Хозактиве, уровень производственного травматизма в компании остается высоким. И это не может не волновать руководство. Ведь «Алросы» прилагают огромные усилия для ликвидации этих явлений в последние несколько лет. Понятно, что, наверное, за один год компания не питала иллюзий, что мы сможем изменить ситуацию кардинально. Но при этом, конечно, я лично рассчитываю, что у нас будет прогресс в этом направлении гораздо более динамичный. Я сейчас вижу, что как инженерно-технические работники, так и работники на местах, собственно говоря, все равно работают по старинке. И, к сожалению, у нас меняется именно культура. Компания ждет от работников предложений по изменению ситуации. По словам Игоря Соболева, «Алросы» не пожалеет ни средств, ни времени, чтобы изменить динамику к лучшему. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».